Здравствуйте всем! Отказал прибор для измерения артериального давления, так называемый этонометр. Стал высвечивать ошибку. Ошибка при измерении типа ЕЕ. Это говорит о том, что где-то утечка в манжете. Манжета была заменена до этого уже раза два, наверное. Но сейчас цена на нее в связи со многими вещами в интернет-аптеке от полутора тысяч до двух тысяч триста рублей. Вот такая манжетка стоит, заменить ее. Был произведен ремонт, попытаемся произвести ремонт этой манжеты. Что для этого нужно было сделать? Сама манжета распарывается по верхнему шву. Получается вот такой вот разрез, небольшой разрез, через который вытаскивается вот этот самый вкладыш. Вкладыш оказался из полимерных материалов, так называемых ПХВ, которые в принципе можно отремонтировать. То есть он имеет где-то отверстия. Чтобы найти это отверстие, вы должны этот полиэтиленовый вкладыш ПХВ накачать ртом. Надуваете его ртом, получается вот такая подушечка. Нужно найти дырочку, откуда идет утечка. Для этого применяем тазик, наполненный водой. Вот мы его опускаем в тазик с водой. И видно, что идет утечка из одной дырочки. Одна дырочка на сгибе шва. Вот стык шва, через который идет утечка воздуха. И эта утечка не позволяет точно измерить давление. Нужно эту дырочку ликвидировать. То есть заклеить чем-то. Самый простой вариант, если вам доступен аппарат для склеивания полиэтиленовых пакетов. Есть такие аппараты. Или где-то рядом у вас есть. Вы этот шов, который имеет отверстие, просто снова завариваете шов немножко ниже. И у вас эта утечка устранится. Или же есть клеи сейчас для склеивания лодок ПХВ. Там есть ремокомплекты в магазинах спортивных. Приобретете клей и заклеите эту микроскопическую дырочку. Вот весь ремонт вам обойдется в стоимость этого клея. Дальше, когда вы это дело заклеите, утечка устранится. Вы его обратно запихнете в этот самый внешний чехол. Он у вас встанет на место. Расправите его. И у вас прибор начнет правильно показывать. До свидания.